так но давайте я пару слов скажу что мы закончили в прошлый раз последнее что я сделала пытался быстро доказать теорему про эквивалентность определений алгебрических замкнутого поля то есть вот у нас есть но там есть два наверно главных определений давайте я их выпишу и мы продолжим мы говорим что к алгебраически замкнутое поле ну вот у вас есть подготовка основной теореме алгебры вы знаете такое определение если любой многочлен с коэффициентами в к имеет корень в к ну и нам будет важно всякие эквивалентные определения наверно мы будем пользоваться в основном тем что любое алгебрическое расширение к нутри реально любое алгебраическая ну то есть на кто более такой поле в котором все хорошо у вас его расширять алгебраически не получится все многочлены раскладываются на длинные множители то есть ничего такого интересного с корнями делать не получится потому что корни изначально все корни всех многочленов у вас изначально есть в к но зачем нам нужно это определение понятно что таких полей ну их там довольно как бы это довольно они довольно редко встречаются то есть ну примером является поле комплексных чисел но нам важно то что мы что хотим сделать мы хотим для любого поля разговаривать про корни многочленов с этим полем как и работать с ними как числами потому что вот мы возьмем берем пирку да и вот мы говорим добавим корень кубических двойки например но что такое кубических двойки это корень кого-то многочлена и они можно говорить только тогда когда мы говорим о каком-то расширение q которого содержат то есть мы пока мы просто фактуризуем q от x по x кубе минус 2 получаем какой-то корень а в этом на все три разных корня и чтобы как-то различать нужно иметь поле в котором все они есть но на первое поле разложения этого многочленов там они все есть их можно как-то различать или хочется взять еще какое-то большое поле которым изначально есть корни всех многочленов но вот эта конструкция называется алгебраическим замыканием вот если если в поле то алгебраическим замыканием f алгебраическим замыканием f называется поле к которое он теряет двум условиям во первых к алгебраический замкнута и во вторых кайт алгебрическое решение поле f то есть мы хотим взять f и в него добавить минимум новых корней многочленов так чтобы в новом поле уже не было никаких алгебрических расширений ну или вот выполнено то что любой многочленов центром уже новом поле он бы там был корень и тогда можем говорить про то что вот мы взяли поле любого поля если мы такое сможем построить то мы можем уже говорить про корни многочленов как просто элементы алгебрического замыкания а что пока непонятно это мы сейчас обсудим ну так ну во первых ну во первых который не он и это немножко не поле там умножение коммутативно и смотрите если бы вы смотрите вы и рс до c расширяете а потом еще до чего-то но c тоже нельзя никак расширить поэтому уже сегодня ничего не получится давайте откуда это алгебраическое замыкание брать вообще есть теорема давайте сформулирую что для любого поля f алгебраическое замыкание существует и единственно существует и единственно существует и единственно существует и не написал, но обычно обозначается это как F черточкой, то есть пишется обозначение обозначение K это F черточкой. Но мы не будем это все время доказывать. Почему мы не будем доказывать? Существование. Для существования нужна Лемма Цорна. Мы покажем, что она существует для каких-то простых полей. В общем случае, там нужна ну в общем нужно строить то есть нужно строить какие-то сложные конструкции. Ну там использовать существование максимального элемента в цепочке. А единственное, что еще сложнее. То есть там тоже нужно делать какие-то теоретически множественные исхищрения, чтобы доказать единственность. То есть нужно склеивать, если есть два алгебрических замыканий, нужно делать снова другой заморфизм. И дальше нужно вот представлять опять пытаться представить это замыкание как цепочку вложенных полей. И дальше строить, смотреть, если так вы думаете, что мы можем построить заморфизм и доказывать, что мы можем продолжить заморфизм до любого количества расширений и дальше делать какой-то там предельный переход. В общем, это тоже некоторая техническая деталь. Мы не будем делать. Я расскажу две конструкции, как можно построить алгебрическое замыкание. Как обычно, это можно делать как бы сверху и снизу. Вот мы, например, хотим для Q построить алгебрическое замыкание. Ну, если вот у нас есть изначально уже алгебрическое замкнутое поле, в котором мы живем, то мы можем просто взять и взять в этом поле все алгебрические элементы. значит, утверждение. Если поле F лежит внутри K и K алгебраически замкнуто, замкнуто, а L это все элементы из K, которые алгебраически над F, альфа из K альфа алгебраически над F, алгебраически над F, тогда L это просто замыкание F, алгебрическое замыкание F. То есть, вот, мы, например, взяли рациональные числа, вложили в комплексные, комплексные алгебрические замкнутые, поэтому все комплексные числа, которые алгебрические над Q, это будет алгебрическое замкнутое, алгебрическое замыкание поле F, поле Q, да. Ну, давайте что-нибудь подоказываем. Ну, нужно доказать две вещи. Во-первых, то, что L это вообще поле, то, что оно содержит F, и потом то, что это, ну, то, что он алгебрический замкнут, и то, что это алгебрическое расширение, да. Ну, давайте что-нибудь поговорим. Во-первых, то, что L поле, содержащее F. Ну, то, что он содержит F, это понятно, потому что все элементы ZF, они алгебрические над F, они являются корнями ленинных многочленов. Значит, если альфа лежит в F, то альфа корень X минус альфа, то есть альфа алгебрический над F, значит, альфа лежит в L. так, поле, да, поле, да, поле это надо проверять, что сумма произведения обратно лежит внутри L. Значит, если альфа и бета лежат в L, то альфа плюс бета, альфа умножить на бета и альфа в минус первой тоже должны лежать в L. Ну, там нолик и единичка понятно, что лежат, нужно проверить, что замкнутость операции. Ну, минус альфа тоже понятно, что лежит. То есть, если альфа алгебрический, то минус альф тоже алгебрический. Ну, давайте минус альф тоже напишу, чтобы все было, значит, нужно вот это проверить. Ну, смотрите, что мы знаем. Если альфа и бета лежат в альфа, то альфа и бета они алгебраические над F. Значит, рассмотрим тогда F от альфа и бета. Эта штука, она над F конечна. Ну, значит, вот это расширение F от альфа и бета, оно алгебраическое, поэтому все элементы, все числа, все элементы, которые лежат в F от альфа и бета, альфа, они все алгебраические. Значит, это алгебраическое расширение, а все вот эти элементы, они лежат здесь. На все элементы отсюда, ну, раз любое, конечно, решение алгебраическое, поэтому для всех этих элементов существует многощин, которых обнуляет, поэтому они все тоже алгебраические, поэтому лежат в L. Следовательно, альфа плюс бета, альфа умножить на бета, альфа минус 1, минус альфа, они тоже лежат, они алгебраические над F, лежат в L. Так, быстро или нормально? Что? Да-да, но все элементы отсюда, все элементы здесь, они алгебраические, согласны? Ну, а все алгебраические над F лежат в L. Ну, то есть, мы хотим, сейчас мы что сделали? мы показали, что если альфа и бета корни, смотрите, пусть альфа и бета корни, альфа корни кого-то многощин над F и бета корни кого-то многощин над F, тогда альфа плюс бета лежат к некоторым конечному расширению поля F, и значит, для них есть какой-то многощин, который их обнуляет, но и для произведения тоже самое. альфа и бета лежит здесь это конечное решение поэтому есть какой-то многощин который обнуляет каждый этих элементов поэтому они тоже все алгебраические ну то есть множество алгебраических элементов над f она образует поле и то что проверяем то что или ты в чертой 3 что нужно проверить то что f это алгебраическое расширение это следует из просто определения у нас все элементы алгебраические поэтому все что интересно проверить это то что и алгебрически замкнута ну смотрите пусть она ну как давайте рассмотрим как элемент который алгебрически над и пусть пусть есть какое-то расширение алгебраическое расширение ну есть причем есть альфа который лежит с волной без л такой алгебраический над элемент алгебраический над и но так как у нас f лежит в л лежит в л с волной эти два расширения алгебраические то по удовлетворению с прошлого в прошлой лекции есть волной над f тоже алгебраическая и значит альфа алгебраический над f тоже ну и значит он лежит в л но получаем ну мы либо противоречить предыдущим либо получаем что просто или рамой и с волной поэтому никаких никаких новых решений мы не получим вот именно из такого сильного утверждения что башня алгебрических расширений она тоже алгебраическая что если вы взяли алгебрическое расширение нового поля то он будет алгебряским решением старого поля алгебряским решением все время должны быть алгебраическим поэтому так мы все уже собрали то новых мы добавить не можем но дальше любое тривиальное любой алгебрическое тривиальное значит у вас или алгебрически замкнута вот таким образом если вот у нас есть например q который лежит в комплексных числа и комплексе алгебрически замкнута мы просто можем взять все числа комплексные которые корни многочленов над q мы получим вот куча ртой более алгебрических чисел то есть может у всех чисел которого который алгебрически то есть лица корнями многочленов с рациональными коэффициентами так ну давайте вторую конструкцию алгебрического замыкания это вот конструкция сверху да если у нас есть какое-то большое поле в котором мы живем и который уже алгебрически замкнута то все хорошо что делать если такого поля нет значит вторая конструкция алгебраического замыкания ну пусть вообще это работает для любого поля но для простых рассмотрим случай когда f это q или любое конечное поле чем хороши q или конечное поле количество неприводимых многочленов с различными полями оно счетное ну понятно что на тку вообще неприводимых многочленов формально бесконечно сейчас я даже с коэффициентами счетное но мы конечно будем считать там 100 сашки центра он единицы для простоты чтобы нас вы не слишком много но допустим вот мы замен заново мировали на штатку все коэффициенты рациональные поэтому их счетное количество конечно поле у вас просто многочленов степени n количество количество потому что у вас можно конечно качество коэффициентов подставить поэтому тоже можно за нумеровать и дальше мы берем строим такую цепочку расширений сначала берем поле разложения многочлена f1 поле разложения f1 то есть мы добавляем все корни многочлена f1 потом над этим полем мы берем поле разложения многочлена f2 над полем f1 дальше берем добавляем корни третьего многочлена и так далее я напомню что поле разложения такое минимальное подключение поле которое содержит все корни многочленных мы доказывали что оно это конечно расширение исходного поля ну и так далее берем так делаем до бесконечности ну и берем такое с волной которое объединение по и от единицы до бесконечности в выдох у нас такая цепочка вложенных полей в каждом поле все больше и больше корней и мы просто берем их объединение ну вот если бы у нас многочленов было несчетное количество нам бы пришлось брать применять там лему цорна и говорить что мы можем найти максимальный элемент цепочки и вот вот как-то объединять несчетное множество этих ложных полей каким-то образом ну брать конечно цепочки и брать их там объединять в общем некоторая техника понадобилась но получили с волной но с волной у нас поле потому что вы просто взяли объединение ложных полей у вас все операции там есть и как бы если у вас альфа бета лежат с волной то значит они лежат в каком-то и фитом значит суммы произведения и все там лежит все элементы с волной они алгебраические над f потому что любой элемент же каком-то и фитом и фит это конечно расширение f альфа лежит внутри какого-то и фитова значит альфа алгебраическая над f ну и то что алгебрический замкнут оказывается аналогично вот пункту 4 поскольку в этом поле содержится корни всех многочленов неприводимых многочленов над f ну в принципе тут я сказал неприводимые понятно что можно вообще все многочлены заименровать тоже не очень страшно но у нас неприводимых достаточно потому что если у вас есть какой-то алгебрический элемент он является корнем какого-то этих многочленов то есть давайте я напишу здесь если у вас есть такое какое-то алгебраическое расширение так у меня f с волной оно алгебраическое то и к надо f алгебраическое решение ну и значит у вас любой элемент с к это корень какого-то не приводил многочлен из f значит он лежит в с волной любой альфа из к значит альфа корень какого-то f значит альфа лежит в с волной поэтому и все к лежит внутри f с волной поэтому это то же самое поэтому оно алгебрически замкнуто то есть мы доказали что это поле что это алгебрическое расширение что оно алгебрически замкнуто поэтому действительно для q и конечного поля все работает так понятно типа значит зачем мне это нужно мне это нужно для того чтобы я мог спокойно говорить про корни многочленов про то что можно взять решение в котором все многочлены имеют все корни и мне не надо было вот каждый раз строить какую-то дополнительную дополнительную конструкцию ну и мы сейчас используем эту технику для того чтобы доказать теорему о правительном элементе который я анонсировал пару лекций назад что какие эти две нет в смысле ну понятно что ну чтобы доказать что получаемое здесь ну то что то что для q получится одно и то же что нет ну там нет теорема вообще говоря теорема про единственность она нетривиальная потому что вам нужно сказать что если два алгеберское замыкание то вы одним способом добавили корен всех многочленов а другим equals постав life их натянс Five я ж но по почему то же самое получится это тоже не очень понятно то есть у меня в в конечном объединении у меня конечно все корни всех логочинов есть и примерно понятно как их склеивать но в общем случае нужно вот применять какую-то конструкцию типа того что мы ну как бы для конечных для конечных решений понятно примерно как склеивать а дальше нужно как-то все вместе склеить чтобы все нормально ну не знаю мне кажется это излишне техническое качество тем более что нам не понадобится и так теорема о примитивном элементе говорит следующее значит давайте я в общем случае симулирую потом уточню что мне нужны какие-то дополнительные условия но вообще говоря мы хотим доказать что если есть f и есть конечное расширение f конечное расширение то к порождается над f одним элементом то есть давайте так что существует альфа из к такой что что такое что к равно f от альфа в таком виде формировку теоремы немножко не верно потому что надо предполагать что это расширение хорошая но тут проблем в том что плохое решение вы не придумаете ночь мы будем докажет теорему в редакции когда характеристика поле нулевая но на самом деле можно вообще неё на то есть эта теорема верно когда характеристика поле нулевая или когда поле f или когда это конечно поля то есть и of if и к конечной поля и в принципе она даже верно для случае когда это бесконечные поля конечной характеристики но там нужно требовать дополнительные условия про которое ну как я часто делал так я сейчас расскажу такая теоремы и дальше вас прошу если тут дырка или нет и мы с вами попробуем выяснить она как бы очевидно находится или от системы очевидно находящаяся дырка и дальше мы поймем какие условия на самом деле нужны чтобы теорема была ну то есть в парахерийский 0 это будет дырка легко заделать а вообще говоря нужно тут писать вот некоторые условия вместо вот этого вместо нулевой характеристики нужно писать некоторое другое условие которое как бы более общее условие которое вот работает так но я уже частичный день сказал давайте повторим начались здесь конечно расширение то вообще понятно что его можно построить ну добавить какое-то конечное число элементов чтобы k было f от альфа-1 альфа к ну потому что вы берете просто элемент берете какой-то элемент альфа который лежит в кануле лежит в f добавляете его к f дальше останется расширение меньшей степени еще один элемент расширение еще уменьшается так за количество шагов и превосходящая степень к вы построите к если мы хотим сделать из этого один элемент достаточно доказать что если вы добавили два элемента то можно сам его заменить на один элемент тогда вы можете взять эту конструкцию заменить первого элемента на один потом 2 3 на 1 потом 3 4 на 1 и так пока элементы не закончатся самое главное доказать что если у нас есть альфа и это алгебраический над f то можно их заменить на один элемент гамма но понятно что если взять гамму виде альфа или бета гамма не подойдет потому что слишком мало будет ну надо взять кунтих ну какой простой элемент может взять надо этих ней на комбинацию есть будем искать будем искать гамму виде альфа плюс бета где c некоторая константа вот здесь можно в голове ну вот так голове держать пример что вот у нас есть если например берете код корни звуки корни стройки то что есть один элемент можно взять их сумму но в нашем случае мы как бы может быть сумма не всегда подойдет может быть если альфа и бета не очень хорошая то может быть сумма не подходит поэтому это напишем к нить комитерсальное число и будем подбирать корсальное число так чтобы вот этот добавление этого элемента она порождала бы все расширение так что что мнение можно же накислить если мы если гамма подходит то любой кратный гамма тоже подходит по сумме линии комбинации можно сделать так что здесь был коэффициент единичка и все будет хорошо но если вы добавляете гамма можете два гамма добавить будет тот же эффект поэтому тут в принципе можно сократить и оставить здесь коэффициент единичку значит в таком виде достаточно доказать что бета лежит в фад гамма потому что тогда альфа это просто гамма минус c бета тоже будет лежать в фад гамма ну а если альфа и бета лежат альфа и бета лежат в фад гамма значит у меня и все я фад альфа бета лежит в фад гамма ну и так у меня гамма лидов внутри фад альфа бета то это просто будет равенство ну то есть еще раз да альфа гамма у меня изначально лежит в этом расширении если я докажу что альфа бета наоборот выражает через гамму то все будет хорошо значит не нужно конечно альфа бета выражать через гамму а так альфа версии с гамма беты мне нужно доказать что беты живут фад гамма то есть всего лишь нужно показать что при достаточном при правильном подборе коэффициента c у меня бета лежит в фад гамма Доказать, что бета идет в f от гамма, это значит доказать, это то же самое, что доказать, что степень минимального многочлена для бета над полем f от гамма, она равна единице. То есть мне нужно понять, что в f от гамма, многочлен, который обнуляет бета, он равен единице. Ну, давайте посмотрим, какие многочлены у нас обнуляет бета. Ну, во-первых, у нас есть многочлен, какие многочлены обнуляют бета. Ну, во-первых, у нас есть многочлен мю бета f от х. Это многочлены с кэффициентами f, он, конечно, обнуляет бета, минимальный многочлен. Второй многочлен, он немножко более хитрый, так как у нас... альфа это реализация гаммы и бета, то мы можем придумать такой хитрый многочлен, давайте я напишу h от х, который равен... Сейчас. Значит, мы хотим, чтобы при подстановке бета это обнулялось. То есть мы берем многочлен для альфа над f и вместо переменной поставляем туда гамма минус x. Это мы берем многочлен минимальный для альфа над f и вместо переменной туда поставляем вот такую штуку и раскрываем все скобки. Получается многочлен от х, и эта штука, у нее коэффициент уже будет лежать в поле f от гамма от х. То есть мы взяли многочлен обычный, в переступеременные поставили вот такую штуку, гамма минус x, раскрыли скобки. Получили какой-то новый многочлен, там будет гамма в виде коэффициентов, c будет в виде коэффициентов, и сами коэффициенты будут. Ну и вся эта штука, все коэффициенты, одни лежат в f от гамма от х. Так вот, бета, он является корнями этих двух многочленов. Значит, эти оба многочлена, они лежат в f от гамма от х. И бета является корнем этих двух многочленов. Значит, если у этих многочленов нет больше общих корней, кроме бета, то тогда их нот будет иметь степень 1 и будет как раз минимальным многочленом для бета в f от гамма. То есть если у h от х и вот этого минимального многочлена для бета нет других общих корней, ну, что это значит? Мы на секунду перенесемся в алгебрическое замыкание f и посмотрим просто на все корни. Вот выпишем корни этого многочлена в f чертой и ваш от х в f чертой. Там будут какие-то числа. То есть если есть единственное общее, это бета, то значит нот этих многочленов имеет степень 1. Ну и значит бета является корнем многочлена первой степени в f от гамма, значит бета лежит в ф от гамма. Значит бета является корнем... Так, почему степень 1, да? Ну, давайте я тут картинку нарисую. То есть как это должно быть устроено? Значит, рассмотрим, что происходит в f чертой. Ну, у нас алгебрическое замыкание f чертой и f от гамма не совпадают. Ну, можно f от гамма чертой написать. Значит, у нас μ бета f от х это равно x минус бета на x минус что-то, на x минус что-то. Ну, давайте бета 1, бета 2, бета 3 и так далее. Бета там n. Возьмем ваш от x. У него есть корень бета, ну вот это бета 1, он же бета, и еще какие-то корни. Ну, давайте я напишу тут дельта 2, дельта 3 и так далее, дельта m. Что? Ну, нет общих корней, f чертой. Давайте я это напишу, да. в f чертой. Значит, вот пусть в f чертой мы эти многочлены можем развалить на линейные. Если у нас нет, тут нет никаких пересечений, то нот двух многочленов в f чертой, он будет равен x минус бета, да? Это единственный общий делитель. А нот многочленов, он на самом деле не зависит от того поля, в котором вы его рассматриваете, потому что если, ну, нот многочленов это их некоторая линейная комбинация. Выпуклая, причем с коэффициентами, ну, неважно, с коэффициентами там или там, если у вас там нота единица, то и тут нота единица будет. Поэтому нота у них будет равен x минус бета, значит, бета является корнем. Поэтому надо добиться того, чтобы эти многочлены не имели общих корней. А что значит они имеют общие корни? Давайте посмотрим. Значит, пусть, значит, нет общих корней. Значит, мне надо делать так, чтобы нет такого бета с волной неравного бета, который одновременно корень многочлена, который тоже корень минимального многочлена для бета, и также корень для x. Значит, h от бета с волной равно нулю, а это значит, что, что такое? Это значит, что гамма минус бета с волной не, ну, вот это значит, что это корень многочлена m альфа от f, от x. То есть мне нужно сделать так, чтобы не было других бета с волной, таких, чтобы они являются одновременно корнями вот такого многочлена и вот такого, и гамма минус c бета с волной лезет с корнем такого многочлена. Ну, то есть, мне нужно сделать так, чтобы гамма минус c бета с волной не равнялась альфа с волной. Ну, давайте посмотрим. А при этом гамма минус c бета у меня равняется альфа. Значит, тут появляются условия на c. Какое у меня должно быть условие на c? Значит, у меня альфа с волной плюс c бета с волной не равно альфа плюс c бета, откуда c не равно минус бета с волной минус бета делить на альфа с волной минус альфа. Ужас какой-то, правильно я писал? То есть, инструкция по изготовлению c такая. Вы выписываете все корни минимального многочлена для бета, все корни минимального многочлена для альфа, и пишете всевозможные вот такие отношения. То есть, альфа и бета у вас даны, а альфа с волной и бета с волной пробегают все остальные корни этих минимальных многочленов. И вам нужно подобрать константу, которая не равна минус вот такой штуке. Но так как у нас характеристика 0, поле стоит бесконечное число элементов, поэтому такое c обязательно найдется, потому что мы... Тут выкинуто конечное число вариантов. Таких вариантов конечное число... Значит, существует такое c. Существует c, неравное вот такой штуке. Ну и вот такое c мы и возьмем. И тогда для этого c альфа плюс бета никогда не равна альфа с волной плюс tb с волной. В этих корнях будет только один общий корень, и значит их нод будет равен единице, ну степень нода будет равна единице, а значит у вас бета будет делиться корнями на первую степень, значит бета делится флот гамма. Ну и вот. Так. Где дырка, короче? Тут была дырка в середине. Кто ее заметил? Ну да. Ну на самом деле дырка вот здесь. Ну то есть, возможно, мне кажется, что это странно, но дырка находится вот тут вот. То есть почему мы можем вообще обогнать? Ну, смотрите, я сказал, что... Хорошо. Вообще говоря, неверно, что если у двух многочлен... Вот допустим, есть два многочлена, и у них есть только один общий корень. Вообще говоря, неверно, что их нод имеет степень один. Почему? Что? Потому что могут быть кратные корни. Да. Правильно. Поэтому тут нужно предполагать... Тут, ну, смотрите, здесь у нас оба многочлена неприводимые. А... Ну сейчас я после перемен это расскажу. А когда хратистика поля ноль, то неприводимых многочленов в кратные корни быть не может. Вот. А вообще говоря, тут есть дырка в том, что действительно эти многочлены могли иметь кратные корни, и поэтому, возможно, у вас степень не равна единице, потому что, например, бета входит в кратную... Допустим, если бы здесь была степень двойки, тогда бы нод был бы равен х-бета в квадрате. Но такого над поля нитритикой ноль быть не может, поэтому все работает. Но вот я после прерыва объясню, почему на поля нитритикой ноль такого не бывает. Окей? Все. Да. Ну вот, по-моему, для того, что... Значит, в дырке была одна дырка, она стояла в том, что мы предполагаем, что неприводимый многочлен над f, у нас нет кратных корней. Давайте докажем. Если f от x неприводимый многочлен над f, у него нет кратных корней. Так, вы что-нибудь знаете вообще про кратные корни? Что верно, но про многочленные сегодня есть кратные корни? Ну, допустим, многочленные есть кратные корни. Что про него можно сказать? Ну, разложение про теории. Значит, если есть кратные корни, есть кратные корни, то у него есть вообще корень с производной. Но тогда у них нот имеет степень больше, чем равна единица. Это значит, что и f от x, причем, на него делится. У них есть нетривиальные ноты, и f от x на него делится. Производная. Производная это формальная производная, которая определяется так. Если у нас есть многочлен f от x равно a n x в n плюс и так далее плюс a0, то производная это формальная производная это n a n x в n плюс 1 плюс и так далее плюс a1. Каких чисел нет? Смотрите, в любом поле христики 0 это число есть, потому что любое поле христики 0 содержит q в себе обязательно. Да, просто так, ну как бы, n это сумма n, ну у вас, то есть сумма n это сумма n единичек, например. Ну вот, если, то есть, если есть характеристика, ну, характеристика p, то нужно считать, что мы берем, в нашем поле тогда будет zp и мы будем брать все по модулю p. Собственно, поэтому, когда у вас конечная характеристика, у вас так может получиться, что производная обнуляется, потому что вы, например, берете, если характеристика f равна p, то вы можете взять многочлен x степени p, его производная равна p на x степени p минус 1, то есть 0. И в этом случае у них могут быть общие корни, поскольку производная нулевая. Но в случае характеристики 0 такого не произойдет, потому что n у нас не равно нулю никогда. Поэтому многочлен тут не нулевой, и если у них общий корень, тогда получается, что у них есть общий нот, х от x, и тогда у f от x есть делитель, ну вот этот вот h от x, тогда f от x не неприводим. то есть, f от x не может быть общей длительной с многочленом меньшей степени, а если у них общий корень f от x, то такой получится. Ну, поэтому, если характеристика 0, то есть, мы на самом деле пользовались характеристика 0 два раза. Мы пользовались характеристика 0 вот тут вот, и еще вот тут вот мы пользовались характеристика 0. Ну, на самом деле нужно, то есть, если у вас характеристика, если у вас поле конечное, нужно просто доказывать по-другому, вручную доказывать, что это работает. А если у вас поле бесконечной, у вас есть бесконечное поле конечной характеристики, то надо, то тогда вот эта штука все равно будет работать, то, что количество элементов бесконечно, а вот этот слой нужно добавлять. То есть, нужно говорить, что мы в нашем расширении у всех элементов все минимальные многочленные не имеют кратных корней и тогда эта штука тоже будет работать но вот это называется словом сепарабельное расширение но так пример или сепарабельных решений у нас не будут то я в общем это не пишу обычно чтобы не тратить время но то есть какие-то странные расширения там каких-то бесконечных полей критики для которых не работает но в общем это такие странные случаи мы хоть вот так не будем окей но смотри сейчас у нас есть некоторая развилка как развилка то есть у нас есть для чего мне нужно было теряем оперативном элементе нам не поможет в том для того чтобы вот доказывать теоремы про но как бы про структуру промежуточных полей расширения но пока что непонятно зачем это нужно поэтому давайте мы я предлагаю сегодня как-то отдохнуть поговорить про применение первое кто у нас будет в следующий раз можно как бы все мы поймем в чем у нас проблема там и дальше мы уже будем дальше работать и пытаться понимать зачем нужна теряема профессиональной элементе и как доделывать задачи которые мы сегодня не сможем сделать ну и первое применение это построение циркулем и линейкой построение циркулем и линейкой очень мы снова вспоминаем школу ну вопрос у нас какие у нас вопросы есть чаще можно построить что значит вопрос можно построить поздно когда что такая допустим у вас есть плоскость ну будем считать что это плоскость это это комплексные числа нам нужно какой-то ну если мы хотим построить отрезок длины и там удвоение куба на что нужно поставить отрезок корень кубических двойки на чем мы считаем что уже отрезок ездили на 1 по крайней мере какой-то мерило отследили которую мы его измеряем поэтому мы считаем что у нас уже заданы точки 0 и 1 на плоскости значит даны точки 0 и 1 чем можем делать мы можем проводить прямые и окружности какие прямые окружки можно проводить если мы построили две точки мы можем провести прямую чистоточку если построены точки а и б можем провести прямую а б окружности значит как быстро окружности мы должны взять центр окружности под построенной точке а радиус окружности мы можем измерить как расстояние между двумя другими точками мы можем построить окружность с центром в построенной точке а и радиусом bc где b и c также построены точки построенные точки меня но вот для простоты вы мечтать что мы можем брать центр в одной кружке радиус мы как бы вот у нас есть штука мы его померили то есть мы здесь померили а потом здесь представили построили но можете задать вопрос эквивалент лет тому что мы строим окружности точки с этого точки а и радиусом ация но вам для этого нужно уметь откладывать там все равные отрезки ну наверное можно ким если постараться можно цвести к этой задачи надо подумать и проще так сказать что про это не ну и откуда получаем новые точки новые точки мы получаем к пересечении прямых и окружности которые мы построили значит средства новые точки получаются как пересечения двух прямых пересечения двух окружностей и пересечения прямой окружности спрашивается можно ли так ну вот за вопрос что можно построить с помощью того конструкции например можно ли сделать три секции угла то есть построить угол ну что же построить угол так у нас единичная окружность есть то построить угол все равно что построить точку на кружке которая есть который ей задается ну например удвоение куба удвоение куба это построение кубов 2 раза большего объема то есть построение отрезка длины корень кубических двойки мы лишь то же самое точке корень кубических двойки ну конечно же вот лежит ну если мы где-то на полости можно построить конъек кубические двойки отрезок длины корень кубических двойки то мы можем тогда построить здесь ли прямой число корень кубические двойки просто прожива на трезек на этой прямой три секции угла но это значит если Если мы умеем строить точку косинус альфа плюс, сейчас, синус альфа плюс косинус альфа, я уже забыл, сейчас, не так же нужно, да, как у нас, то мы можем построить и вот такую точку для любого альфа. Правильный н-угольник, правильный н-угольник, на чего правильный н-угольник, если мы где-то построили, можно построить правильный н-угольник в центре в нуле, ну и можем сделать так, чтобы у него радиус был один, потому что мы умеем с помощью ремефолеза сделать всякую гомотетию, поэтому на самом деле можно считать, что мы можем построить правильный н-угольник в центре в нуле и радиусом один, ну мы можем повернуть так, чтобы у нас единичка входила в вершину нугольника и на самом деле понятно что это сводится к тому чтобы построить то есть нас тут правильный нугольник какой-то нужно построить вот первую точку тогда можем откладывая равно углы построить весь правильный нугольник поэтому нужно уметь строить вот косинус 2 пи делить на n плюс и синус 2 пи делить на n можно когда можно каких н можно построить такую точку ну понятно можно вообще 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 как бы задать себе вопрос какие общие точки можно построить какие точки нельзя построить сегодня я хочу вас убедить в том что ну часть я оставлю все-таки на семинар там все-таки в геометрии которую должны напомните ну или вспомнить если нужно главное если в том первая идея что построить циркулем линейки построение циркулем и линейкой это примерно работа на калькуляторе на котором у вас есть следующие операции сложение вычитание умножение деления и излечение квадратного корня ну и изначально у вас есть все числа считаю что у вас есть начали все числа со рациональными координатами и у вас есть операция плюс умножить вычесть делить излечение квадратного корня применяемые применить к числам вида альфа плюс бета и где альфа и бета рациональные ну может там целый может даже натуральные написать натуральной кто то все получается то есть у вас есть на самом деле множество рациональных чисел и дальше вы из них можете извлекать вот sia такие операции можете получить каких-то числа и вот все что вы можете получить в сухину таких операций можно построить с помощью циркулиникой и наоборот все что может стать помочь циркулиникой такими операциями и понятно что эта штука то есть плюс умножить и делить она вообще за рамки поля не выходит а извлечение корня она позволяет вам как бы увеличить размерность вот расширять поле ну в два раза то есть вы можете посредине степень 2 степени 4 и так далее ну и дальше можно понять что например очевидно что на 1 2 не кубе вы таким образом не получите потому что вы тут можете поставить украшение типа два степени n а тут три а два степени на 3 не делится ну как бы вот и сразу из размерности мы получим решение от первых двух задач а вот треть задача она немножко сложнее потому что как обычно доказать что что-то нельзя сделать легко ну как мы там говорим что вот нас размеры не сходится не получится построить а лидовская что можно построить вот нужно что-то делать дополнительно и как раз для того чтобы делать дополнительно нам потребуется время о примитивном элементе ну давайте я немножко поговорю про почему вот значит это верно первое что хочу такое утверждение сделать который я больше оставлю на семинар что если z и w построим и то можно построить построим и следующие числа ну во первых альфа z альфа z где альфа рациональная z плюс w z минус w z умножить на w z разделить на w если w не равно нулю и корень из z все эти вот если вы построили кит две точки за это w то вы можете построить их суммура произведения разность любые линейные комбинации помощью q ну и на самом деле вот вы можете то есть вот из первых пяти следует что вы можете поставить любую точку из q от z и w то есть так вы можете из умножения то можете ну замкнуть сложение умножения взятие обратного и умножение на рациональные числа все вы сразу построить все точки а корень вам дает еще возможность извлекать корни из вот таких такой вот штуки ну тут нужно свою геометрию там например чтобы умножить на альфа ну как умножить на альфа z умножить два раза нужно тут устроить построить отрезок равную данному мы построить какую-нибудь тут потерями фолицы к ним подобие если вам нужно в н раз новые в н раз строите подобия если заделить на n нужно подобию в другую сторону строить если вам нужно ну например умор из это на w вам нужно складывать углы этого наверно можете и перемножать в модули умножение тоже из подобия строится а там чтобы построить корень из z нужно вспомнить что умеешь умеет строить средне геометрическая поэтому если вы на пир но нужно уйти углу пополам и строить средне геометрическая в общем все вот это это примерно школьной операции когда вот вот школьная геометрия с помощью пересечения там прямых окружностей ну то есть но солький база вещь что может издать отрезка полам мир солнце раку линейки или что вы можете а варили отрезка равной данной сучит раку линейки но в общем это все он не очень сложно я думаю что это вы на семинарах сделаете наверное это можно поверить поэтому в одну сторону то есть то что если вы значит если мы что-то построили то дальше все что мы еще можем построить вот это это понятно вопрос том почему больше ничего нельзя построить ну вот хочется доказать такую теорему ну вообще хотелось бы такую теорему доказать что если мы делаем какое-то количество операций то когда мы делаем новую операцию а именно берем пересечения двух прямых пересечения двух окружностей или пересечения прямой окружности то точки которые мы получаем на пересечении это точки которые лежат в не более чем квадратичном расширении того что можно построили то есть если мы что-то вот мы построили точки какого-то расширения и дальше если мы делаем что-то новое то мы не сильно увеличиваем размерность но тут начинаются некоторые проблемы давайте я тут объясню в чем могут проблемы то есть вот например вот уберете вот допустим мы построили четыре точки за один за два за три за четыре и вы строите пересечения прямых которые проходят через четыре точки это получается новую точку z вопрос будет ли z лежать ну либо в код z1, z2, z3, z4 либо ну уж в расширении этого поля они больше чем в два раза то есть мы можем там брать такое поле брать корни извлекать и вот там z лежит в k которое расширение q причем степень не больше чем два ну казалось бы причине прямых это что-то линейное но вот в такой формулировке это непонятно потому что ну что можно сказать ну вот если что значит точка сжата на прямой ну вы знаете что например там z минус z2 z1 минус z2 эта штука она вещественна но вещественность вам не поможет потому что вам нужно чтобы эта штука лежала вот в этом q ну наверное ну может быть она лежит но это надо как-то проверять так вообще это не очень понятно поэтому прям такой способ в лоб он не работает но зато если мы вместо этих точек рассмотрим их координаты то есть мы если мы тут напишем x1, y1, x4, y4, x2, y2, x3, y3 то тогда точка координаты ее x, y выражаются через все эти координаты потому что теперь вы можете написать что-то в духе ну вот например для первого будет написано что x минус x2 x2 на x минус 1 на x2 равно y минус y2 на y1 на y2 и у вас уже получается линейное уравнение между суммой y с коэффициентами из вот этого поля тогда вы можете x выразить через y поставить во второе такое же уравнение получить просто что x лежит x, y все лежат вот в q вот x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4 то есть вы можете действительно это доказать но только нужно брать не сами точки, а их координаты поэтому мы докажем это в три шага значит первый шаг это будет такая лемма что если z x плюс y построимы то это тогда и только тогда когда x и y построимы то есть вы можете говорить вы можете перейти от точки к его проекциям на оси или наоборот и построимость если z построимы то x, y построимы наоборот это x, y это вещественная мнимая часть ну точка построима ну как вот у вас есть z, да? вот я утверждаю что если вот z построима то значит построима вот эта точка и вот эта точка а именно ее проекция на ось x и на ось y ну это вроде понятно то есть смотрите значит у нас есть изначально у нас есть точки 0 и 1 понятно что мы можем построить точку и как построить точку и ну например да например можно построить такую окружность построить здесь минус 1 дальше провести к нулю серединный перпендикуляр то есть построить ну в минус 1 окружность радиусу 2 здесь в единице окружность радиусу 2 здесь взять их на исечении и получить серединный перпендикуляр а дальше вот на этой окружности вот здесь будет точка и ну и собственно это прямая построится все и вы можете из точки взять опустить перпендикуляр напрямую тоже школьное построение то есть если у вас есть точка z то если умеете строить перпендикуляр то вы можете построить вот точки x и точки y а наоборот если у вас есть точки x и y то вы можете просто построить их сумму получить ну x и y и да то вы можете построить их сумму то есть точку z Ну и если вы можете построить Y, то вы можете построить Y-ки, потому что они находятся на окружности радиуса модуля Y. Поэтому Y-ки можно построить. То есть из Z опускаем проекции. Значит, Y построим мы только тогда, когда Y-ки построимы. Поэтому действительно, если мы X, Y построили, то X плюс Y тоже можно построить и наоборот. Окей. Ну, теперь... Ну, давайте я, наверное, определение сотру. Ну, давайте сразу суммулируем теорему. А дальше там, опять же, будут несколько... Так как у нас есть три способа построения, то я, наверное, какой-нибудь один разберу. А дальше остальное можно на семинарах разобрать. То есть один он, в принципе, уже разобрал. Можно какое-нибудь более сложно разобрать. А третье оставить на семинарах. Теорема. Так. Значит, если Z построим, а... Тогда и только тогда, когда оно вложено в некоторое поле K, которое состоит из цепочки расширения над Q степени 2. Когда Z лежит в некотором K, которая... Ну, давайте я напишу. К0 содержится в K1, содержит в K2 и так далее. Содержит в Kn, которая Q. И Ки-то над Ки плюс первым имеет степень 2. То есть, если что можно построить, то оно вкладывается в некоторую цепочку расширений. Так, ну, может быть, я сейчас... Давайте я, может быть, сейчас идею расскажу. Ну, в смысле, как просто обсужу, у нас еще 9 минут осталось. Давайте, наверное, в следующий раз начну. А сейчас просто идейно поговорим, что-то происходит. Ну, значит, во-первых, в одну сторону это понятно, потому что мы уже с вами поняли, что мы можем брать плюс-минус, мы можем применять такие операции к элементам. Поэтому, если Z лежит в таком расширении, то вы можете любую точку K1 построить из Q. Ну, если у вас есть квадратичное расширение, если расширение степень 2, это значит, что вы добавили корень многочайна второй степени. Корень многочайна второй степени — это обязательно по форме дискомбинанта получается из линейной комбинации и корнем. Поэтому любое квадратичное решение можно построить. Поэтому все точки kin, k-1, k-2 — можно построить с помощью циркуля линейки, значит, и все точки K можно построить с помощью циркуля линейки, значит, Z можно построить с помощью циркуля линейки. Поэтому в эту сторону это вообще очевидно. ну вот очевидно из утверждения про плюс-минус умножить разделить изучение корня в другую сторону вот нужно использовать вот примерно эту технику то есть мы скажем что z построим а значит x и x y построим а дальше запишем эти построения и будем просто строить по очереди все эти точки доказывать каждый раз вот с помощью такой техники что у нас решение будет на степени больше чем 2 ну из того что у нас окружность за с уровнем второй степени а прямая 1 это следует от из там рассмотрение случаев которые оставили на следующий раз давайте пока обсудим ну некоторые следствия и что нам нужно дальше делать из этой теоремы автоматически следует следствие что если z построим а то минимальный многочлен для z над q имеет степень равной степени двойки то есть если число построим а то обязательно степень минимальный многочлен должна быть степень двойки начало его нельзя построить физически ну почему это так потому что у нас начнется построим и верна теорема то по теореме z лежит внутри к и к имеет над q какую-то степень вида 2 степени n а при этом к содержит q а q от z над q имеет степень минимального многочлена поэтому ну а так у нас башня расширений то отвергнет что должно делиться на нижние то есть 2n 2 степени n должно делиться на степень минимального многочлена тогда степень двойки обязательно отсюда автоматически следует что корень кубический звуки построить нельзя никак потому что если можно было построить то бы вкладывался в украшение степени степень двойки а у него степень минимального гостин 3 поэтому не получится что неверно пример но нужно взять там он не тривиальный нужно взять но смотрите но нужно эти многочлены в духе корни вот такого многочлена смотрите смотрите вот это другая другая мысль то чтобы вот догадать что не под я построить если степени степень двойки просто вот в этом случае просто потому что степень 3 3 секция угла будет просто потому что вы на семинарах разберете что если возьмете там кость засти градусов кубическое уравнение да вы можете построить кубическое кость засти градусов минимального гостин степени 3 поэтому не получится вот здесь вот вы сразу получаете что нельзя построить ну какие-то случаи то есть например сразу будет понятно что там правильный семиугольник нельзя построить почему потому что например правильный семиугольник то есть вам нужно взять построить минимальный многочлен для вот этого числа значит но что нужно сделать взять x7 минус 1 и разложить его на неприводимые компоненты но вот мы доказывали что если возьмете многочлен вот такой вот расправа нарисован он неприводим то есть многочлен xp пени п минус 1 плюс x степени п минус 2 плюс 1 он неприводим поэтому минимальный многочлен для этого числа в данном случае это 6 6 не степень двойки поэтому правильный семиугольник построить нельзя а если его можно даже построить то есть например 17 угольник 18 угольник если возьмете то у вас их 17 минус 1 это будет x минус 1 на из 16 плюс там так далее плюс единичка и этот многочлен неприводим то есть случае 17 у вас получается степень 16 степень двойки а можно ли построить нельзя вы не знаете почему вы не знаете потому что чтобы построить нужно не просто сказать что степень степень двойки а знать что-то про промежуточные поля в вашем расширении между вашим машине маку то есть вам нужно доказать что если вы берете вот вы берете корень этого многочлена добавляете его q ну вот я обозначил через ксен и буду убирать код ксен то есть я должен взять код ксен она имеет степень 16 над q а я должен каким-то образом найти в нем башню расширений каждый из которых увеличится в два раза и можно это сделать и нельзя просто по степени невозможно понять потому что есть расширение то есть бывают разные ситуации если возьмете такой многочлен то окажется что между ним и q ничего нет то есть вы не можете взять никакое подполе размерности 2 а для других случаев вы можете найти промежуточное поле размерности 2 и поэтому вы можете построить его с помощью цирку линейки то есть вопрос о построимости он скроется вопросу какие есть промежуточные то есть промежуточные поля между к 0 и q вот эта башня степени 2 то есть первая проверка вы сделали что два степени к а дальше вам нужно мучиться ну как бы не мучиться как-то пытаться понять ответить на такой вопрос там если у вас то есть у вас есть какое-то большое поле к вот здесь есть какое-то под поле q я вам нужно понять какие здесь промежуточные подполя промежуточные ну то есть вот даже длиноугольника это как бы тут три вопроса во первых нужно понять какая степень у этой у окси n но для простого числа мы сразу понимаем что ты по минус одним то что кому-то не приводим а если у вас что непростое то вообще говоря непонятно какой-то магазин то что у вас x x в минус и на как разваливаются какие-то скобочки и нужно еще доказывать отдельную теорему ну то есть для того чтобы правильный наугольник сделать нужно сделать три вещи вот правильный наугольник чтобы доделать до конца нужно сделать три вещи во первых доказать что степень минимального многочинга для xn это будет fiat n функция элера второе и доказать что код xn она ну хорошая в некотором смысле хорошая означает что можем все понимать про его промежуточные подполя и тогда мы сможем доказать такую теорему что насчет он угольник правильный наугольник построим тогда и только тогда когда fiat n это степень двойки то есть вот критерии четки есть но видите чтобы получить нужно вот разобраться в этой ситуации но еще доказать что степень минимального члена для xn это fiat n ну и понятно почему код xn вот все хорошо то есть это не в одну строчку делается ну то есть какие-то случаи для там для 17-угольника элера на первом месте умел строить он ручную строил эти вот расширения пытался пытаясь извлекать корни но в общем случае эта проблема вот была решена как только появился ответ найти вопрос ну и давайте раз уж на осталось три минуты я пару слов скажу то есть другая проблема которую мы анонсировали а именно разрешимость радикалах это похожая проблема то есть если мы хотим понимать разрешимость в радикалах это похожая задача вот у нас до этого был кругатор на котором можно было складывать умножать вычитать делить извлекать корни а разрешение стеклах это то же самое только корни можно брать любой степени то есть у вас есть многочлен у него есть рациональные коэффициенты вы можете использовать такие операции хотим получить все корни можем или нет и дальше у вас возникает ну по аналогии с той теоремой возникает вопрос когда вот вы хотите понять когда z лежит в к который можно вложить в цепочку расширений причем каждое расширение получено добавлением какого-то корня м и степени из какого-то элемента этого поля то есть вы каждый раз берете тут цепочку расширений добавляете каждый раз корня м и степени вопрос что вообще можете получить и опять возникает вопрос промежуточные подполя поэтому собственно мы вот так важно но они так важны и следующий раз мы я вот докажу теорему в прямом вот в прямую сторону слева направо и мы перейдем к тому чтобы понимать как вообще можно ли каких-то расширений понять как устроены промежуточные подполя и уже из-за этого можно будет решить ну вот обе эти задачи ну и задуматься терема алгебра вот так что наверное сегодня все если просто можно задать